Мы знаем, вы слушаете. Радио Болткома. Внезапно возникшие и забытые компании в прессе. Законы с благими пожеланиями, обернувшиеся убытками и злом. Изнанка политики, фальшивые новости, хроника краха и успеха. Проблемы настоящие и выдуманные. Здравствуйте, меня зовут Люся Прибыльская. Встречаемся по четвергам в 18.15 в программе «Подоплёка». На Радио Болтком. «Подоплёка». Добрый день, уважаемые радиослушатели. Сегодня у нас очень волнующая всех людей тема. Это кадастровая стоимость земли, но не столько сама она, как налог, который рассчитывается для всех нас, для жителей, исходя из вот этой самой кадастровой стоимости. Мы помним и освещали это в нашей программе, что правительство планировало ввести новый расчёт кадастровых цен. Этот расчёт был опубликован на сайте Государственной земельной службы. Зайдя на страницу «Кадастер.СЛВ», любой из вас может найти свою квартиру, дачу, дом, посмотреть, сколько в данный момент стоит ваше имущество, и посмотреть прогноз цены, которые предлагала Государственная земельная служба к принятию в прошлом году. Однако это вызвало большие протесты, прежде всего, профессиональной общественности. И наш сегодняшний гость Артур Журомский как раз был тем человеком, который озвучил претензии профессионалов в Государственной земельной службе. Это вызвало такую острую реакцию с её стороны. Артур потребовал извинений, когда чиновники усомнились в его компетентности. И проблема как бы не была решена, однако расчёт принятия новых кадастровых цен было отложено, и было обещано, что профессионалов привлекут к обсуждению этого вопроса и учтут их мнение при разработке вот этих кадастровых цен. Сегодня мы обсудим как раз, как двигается дело. Мы созванивались с Артуром, наверное, месяца два-три назад, и он предполагал, что, возможно, к августу как раз будут какие-то позитивные сдвиги в этом деле. Однако же сейчас уже оказалось, что прогресса очень немного. И почему это произошло, сейчас мы и обсудим. Артур, добрый день. Да, добрый день. Так, как двигается дело, какие из ваших замечаний были учтены, хотя бы в каких-то таких стратегических моментах положены в основу новой концепции разработки кадастровых цен, какие нет, в чём есть споры. Вот расскажите нам, как в данный момент обстоит дело. Во-первых, я думаю, я должен начать с того, что по нашей инициативе и с поддержкой новой генерального директора земельной службы Витты Нарницкой в конце прошлого года возобновила действие консультативный совет по делам массовой оценки, в который в состав входим и мы, как профессиональная организация ассоциации оценщиков Латвии, но также ещё перечень других разных и профессиональных ассоциаций, в том числе и агентов и маклеров, в том числе и девелоперов, а также совет объединения Волости Латвии и ещё несколько профессиональных организаций. Ну, самую большую, скажем, и самое большинство дискуссий мы ведём с трёх сторон, к сожалению, остальные члены не очень активно, скажем, используют возможность участия в этом совете и в рабочей группе, но фактически видно и, скажем, активно работает, конечно, земельная служба ассоциации оценщиков и объединение властей Латвии, которые очень активно тоже защищают свои мнения и свои позиции. Я скажу так, что, ну, как любой, скажем, общественный орган или, скажем, любая рабочая группа, не так просто и не так быстро идут вперёд дела, потому что вопросов очень много. Фактически работа над всеми вопросами, которые вы упомянули, идёт параллельно, в том числе и по глобальным вопросам, как цели и, скажем, основные принципы кадастровой оценки. Также мы на конкретных примерах и, скажем, занимаемся многими техническими вопросами. И могу сказать, что я думаю, что позитивный знак и позитивный исход на данный момент, что мы можем отметить, это то, что удалось общими силами в законопроекте, ну, и в результате окончательной версии закона об изменениях в законе о кадастре записать то, что до декабря этого года меняет министров, должен разработать и подать все им изменения в кадастровом законе, которые уточнят и определят и принципы, и цели кадастровой оценки. Это первый момент. Второй момент — то, что в этот же срок необходимо конкретное изменение в законе, где была бы учтена публикация тематических карт по результатам оценки, чтобы общественность уже, скажем, не только видела бы отдельные, скажем, объекты, которые в собственности конкретного лица, а видели бы и тематические карты, которые до этого не были публичными, где было бы видно стоимости за квадратный метр по типам объекта, общие стоимости, чтобы общественность могла высказать свое мнение о результатах, которые достигнуты. Понятно. Вот цели и основные принципы кадастровой оценки. Вот что лично меня смущает и волнует, и, наверное, многих это тоже смущает и волнует, что в данный момент у нас кадастровая оценка носит такой репрессивный характер. То есть чем больше ты вкладываешь в свое имущество, чем больше ты его улучшаешь, тем государство тебя, ну, как бы наказывает больше налогом, потому что была развалюха, ты ее довел до ума, ты вложил свои деньги, но почему-то вот твои труды и усилия оцениваются по тому, как на соседней улице кто-то купил за большую цену дом, и поэтому на тебя распространяется, так сказать, рост вот этой, ну, так называемой рыночной цены и наказывает тебя за то, что ты вложил. Вот как вы оцениваете эту ситуацию, как вообще, ну, в мире делается, и как вы бы предлагали делать? Ну, в мире, в зависимости от режима государства, в зависимости от исторических, скажем, тенденций, есть разные практики. Я не специалист по законодательству налогообложения, но я специалист по оценке. То есть мы и со своей стороны, скажем, ну, пытаемся свои полномочия, скажем, или профессионализм не переступать. И наши главные принципы, которые мы хотим утвердить, и о которых сейчас идут дискуссии, они сейчас уже в финальной стадии, и фактически мы надеемся, что в ближайшие несколько недель окончательную редакцию удастся согласовать с земельной службой. Это говорит о том, что мы обязательно будем бороться за то, что, во-первых, аналогичные объекты должны оцениваться аналогично. То есть не может быть так, что, скажем, точность массовой оценки и, скажем, пропорциональность массовой оценки по сравнению с рыночными ценами индивидуального объекта отличаются в зависимости от объекта или от его местоположения. Например, в Риге земельной службе удалось, я думаю, что очень с большой точностью оценить, например, квартиры, но если мы… Ну, примерно, кадастровая стоимость квартир в среднем, конечно, есть исключения, но в среднем это 80-90% от рыночной цены, от рыночной стоимости, тогда в более маленьких городах эта пропорциональность намного меньше. То есть есть города, в которых, скажем, эта пропорция намного меньше и кадастровые стоимости никак не отвечают рыночным ценам реальным. В нашем понимании должно быть честный подход ко всем объектам, ко всем, скажем, собственникам, и не может быть такой большой разбег. Во-вторых, очень важный принцип тот, что массовая оценка и кадастровая стоимость, она не может быть выше рыночной стоимости конкретного объекта. и это очень важный принцип, и мы видели такие случаи, когда кадастровая стоимость превышает даже рыночную стоимость. Это не только то, что вы говорите, что наказывает за то, что вы вложили, но еще, скажем, государство оценивает ваше имущество намного дороже, чем вы могли бы его продать. Это вообще абсурд, и поэтому мы наставим на то, чтобы были эти расчеты с резервом, чтобы была, скажем, была возможность каких-то корректировок вниз, чтобы ни в коем случае не допустить предыдущих ошибок, что кадастровая стоимость получилась выше рыночной. Потому что аргументы, которые были от земельной службы в прошлом году, особенно от отдельных сотрудников, то, что на самом деле все окей и все в порядке, и, скажем, среднее соотношение в пределах нормы, плюс-минус 10%, но оно не выдерживает критики, потому что никого не интересует среднюю температуру в больнице, интересует конкретный ваш объект, и это недопустимо, что стоимость отдельного объекта выше, чем рыночная стоимость. Должны быть механизмы, чтобы это уравнить. А какие механизмы вы предусматриваете для этого? Ну, одно из предложений, которое все еще находится в дискуссиях, это изменение, скажем, подхода к массовой оценке, особенно учитывая то, насколько мало информации, на самом деле мало данных технических у земельной службы, и фактически при нынешних ресурсах и при нынешнем финансировании маловероятно, что можно что-то качественно изменить. Наше мнение такое, что необходимо когда-то оценку намного упростить, и наше мнение такое, что когда-то стоимость, она должна быть такой стабильной, вне зависимости от того, как растет и падает рынок недвижимости в короткий период, мое личное мнение и мнение ассоциации такое, что когда-то стоимость должна быть такой стабильной меркой стоимости объекта. Ну, может быть, очень банально звучит, но стоимость установить такую, чтобы было понятно, что ниже этой стоимости этот объект не стоит. И почему я это говорю? Потому что надо учитывать, что когда-то стоимость, она не только, служит для налогообложения, а также для разных других целей, разных госпошлин. И фактически, поэтому я считаю, что эта кадастровая стоимость должна быть стабильной, она должна меняться вместе с рынком, но не меняться так быстро. И это и поможет предотвратить такие ситуации, какие были в 2008-2009 году, когда тоже пришлось приостановить кадастровую стоимость, когда был упадок очень сильной рынка. Сейчас все говорили насчет COVID-пандемии, все еще я считаю, что этот вопрос актуален, хотя последний год показал, что даже у нас прирост, например, по стоимостям жилой собственности в Латвии, но все-таки тенденции, которые и в мире, и в США, особенно, касательно жилой недвижимости, они все-таки, я думаю, дают сигналы, что надо приостерегаться, и надо всегда учитывать то, что какие-то продвижения на рынке, какие-то кризисы, они могут быть. Мы никогда не сможем точно их прогнозировать, но если у нас кадастровая стоимость такая стабильная, которая, например, учитывает период средней цены 5 лет или, может быть, даже дольше периода, я думаю, что часть этих рисков можно уменьшить. Мы работаем в прямом эфире телефоны в студии 672-12-93-9, 672-13-93-9, звоните, задавайте свои вопросы, может быть, делитесь своими мнениями. Я хотела бы Артура спросить, возможно ли такое решение вообще, которое бы вообще отменило ежегодный налог на недвижимость. Насколько мне, например, известно, в Великобритании довольно большая пошлина на сделки с недвижимостью и ежегодного налога в принципе вообще нет, потому что в общем-то это такой подход, который позволяет взыскать деньги с тех, кто платежеспособен. если ты покупаешь объект за какую-то сумму, то очевидно, что ты можешь заплатить и пошлину, а не так, что бабушка жила в домике в Юрмале условно 25 лет, рядом с ней кто-то продал участок или дом, и ей бабах и пришел налог на сумму несколько тысяч. Но понятно, что самоуправление местное и в частности Юрмальское дает скидки своим жителям на этот налог, но все-таки это не отменяет допустим общей ситуации, которая несправедлива в отношении старожилов, тех людей, которые живут в своем имуществе давно, но и будь то центр города, будь то какие-то курортные места и так далее, несправедливо требовать с них уплаты каких-то бешеных налогов, тогда как они в принципе никакого участия в этом рынке, на котором крутятся большие деньги, не принимают. Это хороший вопрос и очень скажем философский о том, какое должно быть налоговложение. Я думаю, что необходим капитальный ремонт налоговложения в Латвии, посмотрим, как политики с этим справятся, потому что я думаю, что одна из больших ошибок, которая была допущена в прошлом году, то, что были опубликованы кадастровые стоимости и я сторонник, того, что, например, кадастровые стоимости должны быть пересмотрены чаще и более регулярно, не может быть так, что скачками это делается, потому что этот эффект очень большой сразу, да, и я думаю, что большая политическая ошибка была в том, что дискуссии об изменениях законодательства налоговложения, они были подняты фактически только после или во время уже публикации новых кадастровых стоимостей. я думаю, что очень важно и критично смотреть на ситуацию, скажем, касательно доходов от налогов, как они распределяются, и понятно то, что как-то если, скажем, идти какие-то кандиджинальные пути, как-то этот дефицит, скажем, сборов надо будет компенсировать. В моем личном понимании я думаю, что это было бы возможно, и я сторонник того, чтобы, например, налоговложения на рабочие силы было бы намного меньше в Латвии, но касательно налога на недвижимость, есть еще разные возможные решения, кроме таких, которые вы назвали, например, налоговложения только на землю. И мое мнение такое, что с такой задачей справился бы очень просто и была замедлиность, то есть земельная служба, потому что они, скажем, оценить землю, я думаю, что умеют, и достаточно у них ресурсов, и самые большие проблемы касаются разных нестандартных строений и коммерческих объектов и так далее, где мы видим большинство ошибок и проблем. Но с моей точки зрения не выглядит, что мы пока готовы к каким-то кардинальным изменениям, это, наверное, пусть останется на плечах политика. хорошо, сейчас мы сделаем небольшой перерыв на рекламу, буквально 2-3 минуты, не переключайтесь, с нами на связи Артур Журомский, представитель Ассоциации оценщиков Латвии и один из людей, которые активно сейчас принимают участие в процессе совершенствования закона о кадастре и кадастровых цен в Латвии. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok реформу этих кадастровых цен и изменения, которые обсуждаются сейчас в профессиональной среде и в рабочей группе по этому вопросу принимает участие наш сегодняшний собеседник Артур Журомский и мы работаем в прямом эфире, ждем ваших звонков и комментариев по телефону 672-12-93-9 672-13-93-9 Итак, перед перерывом мы обсудили, что как Артур видит возможные изменения налогообложения в частности и недвижимости он сторонник того, чтобы налог существовал только на землю и говорил, что государственная земельная служба умеет оценивать землю вот по поводу земли у нас вообще ну как бы большая непонятка существует потому что стоимость объекта ну как бы оценивается государственной земельной службой по пунктам то есть строение отдельно земля отдельно а продается он без разделения на эти пункты вот как в этом случае адекватно оценивать стоимость земли и как это можно ну как-то согласовать с пониманием людей о стоимости нынешняя проблема кадастровой стоимости по тому анализу который мы проводили со стороны ассоциации сводится к тому что одна из одна из проблем скажем несоответствия нынешних кадастровых стоимости это это придерживание к такому принципу как вы и сказали что фактически на данный момент земельная служба проводит оценку каждого кадастрового объекта и отдельно рассчитывает кадастровую стоимость на землю отдельно рассчитывает кадастровую стоимость на здание при том еще на все здания и постройки мы многократно уже об этом говорили и писали и сейчас тоже в этих рабочих группах на это настаиваем что необходима реформа кадастр оценки и переход на оценку всего объекта как в совокупности. Если сделка происходит с землёй и с зданием вместе, тогда надо и оценивать землю и здание вместе, потому что, к сожалению, в разных примерах, которые мы рассматривали, если расчёт делается синтетически, то есть разделяется стоимость земли и построек от продажи, и потом отдельно рассчитывается стоимость земли и стоимость здания, к сожалению, можно прийти и на примерах, так как, к сожалению, земельная служба приходила, к тому, что 1 плюс 1 не является 2, а больше или меньше. И это фактически, насколько я это понимаю, в основном проблема в том, ну как вы можете разделить эту цену сделки, это только сравнивать с продажами незастроенной земли. А незастроенную землю покупатели покупают, особенно коммерческим объектом, чтобы её застраивать в наиболее лучшем виде, наимного эффективнее и так далее. То есть в результате инвестор платит за место, он платит за возможность построить такое здание, какое он хочет. Если мы, скажем, оцениваем, особенно для массовой оценки, оцениваем объект с такой постройкой, какая она есть, это надо учитывать, что, может быть, эта постройка не самый лучший вид использования, но это не значит то, что в совокупности земля стоит столько же, сколько свободная земля для застройки. И поэтому происходят эти недопонимания, и поэтому получается, что вот в примере, который вы тоже упомянули, был и реальный пример в прессе насчёт встания в межопарке, где, скажем, потомственное строение, оно не самое, скажем, богатое вилла и так далее, но когда строя стоимость земли такая же, как и под, скажем, виллой. Конечно, для рынка этот подход правильный, и так и оценивают на рынке. Если была бы мысль этот объект продать, тогда так бы устанавливалась цена. Но здесь мы приходим к тому, что является, скажем, честным подходом со стороны налогоблажения государства. То есть моё мнение такое, что надо учитывать не наиболее лучшее эффективное использование, надо учитывать нынешнее использование объекта, и земли, и таким образом не наказывать собственника о том, скажем, что он не снёс свой потопственный дом и не построил виллу. У нас есть звонок, давайте послушаем. Добрый день, говорите. Добрый день. Будьте добры, вот такая ситуация. Нашему дому приписан внушительный кусок земли, и он разделённо делится по стоимости на четыре части. Одна часть отдана нам на приватизацию, то есть он наша частная собственность. А три части, это у нас находится в аренде. Так вот, на вот эти три части в 21-м году по сравнению с 20-м почему-то была повышена кадастровая стоимость. В то же время наша земля, которая у нас в собственности, кадастровая стоимость осталась предыдущей. Я понимаю, что частный случай вы не можете сразу же ответить, но какие-то может быть предположения. Благодарю вас. Спасибо большое. Да, интересный вопрос. Я думаю, ну я не знаю конкретные детали, но мы дискутировали насчёт таких земельных участков, на которых находится здание постройки третьих лиц, в том числе при приватизации квартир, если земля была у исторического собственника, у наследственников. Такие ситуации, это тоже очень, скажем, острый вопрос. И с одной стороны, нет сразу такого решения, но с другой стороны, я думаю, что если мы пойдём к принципу, что оценивается объект совокупности, тогда и мы придём к более честному распределению стоимости между землёй и зданием потом. Потому что такие земли, которые находятся под зданием многоквартирных домов и других объектов, которые принадлежат другому лицу, они фактически на свободном рынке продаются очень редко, если вообще продаются. И в основном эти продажи, они более носят такой, скажем, обязательный характер и, скажем, предварительные продажи. Поэтому, с одной стороны, есть интересы бывших владельцев земельного участка до национализации и их наследственников или перекупщиков, которые потом перекупили этот объект. и их мнение такое, что землю надо оценивать по наиболее лучшему эффективному использованию. И, с другой стороны, есть, скажем, интересы собственников квартир, которые заинтересованы платить аренду или выкупить этот земельный участок, скажем, по такой стоимости, которая пропорционально, скажем, соответствует вот этой стоимости, если смотреть этот объект в целом. Я больше сторонник собственников квартир и собственников зданий. И это отдельный, конечно, вопрос. И, в любом случае, я думаю, что в наших интересах как общество прекратить это раздельное имущество как можно быстрее и прийти к решению, чтобы земля была непосредственно связана с зданием. На вопрос слушательницы, я думаю, что, скорее всего, вопрос в том, что одна часть, которая под зданием, она оценивается земельной службой как обремененная, потому что на ней непосредственно здание. Скорее всего, эти остальные части участка, скорее всего, даже если есть арендный договор, об этом земельная служба, скорее всего, не знает. У нас до сих пор регистр арендных отношений не закончен, не работает. И поэтому оно оценивается как необремененная земля. И при данных, при нынешней ситуации фактически нет особого другого подхода или, скажем, другого вида решения проблемы со стороны земельной службы. Но я все-таки надеюсь, что и похожие вопросы мы сможем в технических, скажем, дискуссиях установить, чтобы и арендные условия учитывались. То есть, в данном случае конкретный совет этим жителям этого дома может быть в том, чтобы они подали в государственную земельную службу договоры этой арендной земли для того, чтобы она установила, что обременение существует на эти участки, и тогда она будет рассматривать по-другому эту кадастровую стоимость? Ну, я думаю, что на данный момент даже такого механизма нет, чтобы что-то собственники могли бы что-то подать. То есть, здесь надо было бы понять, как произведен этот раздел и земельный участок на эти части. был ли физический раздел имущества или договор с скажем, с правом пользования. Но я думаю, что ситуация такая, что если жителям необходимы и остальные три части от этого участка, как слушательница говорил, я думаю, что их надо присоединить и объединить с той землей, которая под зданием. И в таком случае это превратится в единый объект собственности с неразделенными частями. Да, очень интересно. Артур рассказывает нам о подходах к оценке кадастровой стоимости и во многом мы с ним, наверное, согласны. Я в частности согласна о том, что объект недвижимости нужно оценивать в целом, но все-таки интересы разных участников этого рынка конечно не все выражаются одинаково ярко, то есть кто больше давит, у кого больше ресурсов, тот и побеждает. И до сих пор у нас получалось так, что поскольку, например, арендная стоимость земли привязывается к кадастровой и в процентном отношении определен этот потолок, то в общем-то эти вот земельные обороны они одерживали верх и стоимость земли под многоквартирными домами росла, несмотря на то, что эти участки земли нужно действительно оценивать как обремененные, а не как свободные, потому что, естественно, в популярных микрорайонах земли свободной достаточно мало, продается она дорого, но это отнюдь не основание для того, чтобы людям, которые живут в своих квартирах по 30-50 и так далее лет накручивали вот эти земельные налоги и арендную плату. То есть, Артур, я так поняла, что вас этот вопрос волнует и вы пытаетесь его решить вот в новой редакции законодательства, да? Ну да, фактически у нас получается так, что мы затрагиваем очень широкий перечень проблемных вопросов и в том числе дискутируем насчет раздельного имущества и как такие ситуации оценивать и понятно, что какие-то коллизии всегда там будут, интересы они кардинально противопложные и фактически я думаю, что рыночными способами или рыночным подходом эту проблему не решить и фактически это нужно делать административным путем через законодательство и через такие инструменты они надеются, что рынок сам разберется и вырвали, да, и будут, скажем, соглашения и так далее. Хорошо, а вот у меня еще один вопрос. Мы понимаем, что Латвия это страна, которая должна привлекать инвестиции, в том числе инвестиции в недвижимость и мы наблюдали как в 2009-2010 году этот рынок упал и потом вот программа продажи видов нажительства в обмен на инвестиции все-таки значительные ресурсы привлекла в этот рынок 3,5 миллиарда евро. Идея была высказана Айна Рамшлессерсом и она сработала. Вот возможно ли вернуться к какой-то программе, которая бы поддерживала инвестиции в недвижимость, которая бы поощряла собственников улучшать свое имущество. Ну даже допустим жители домов Югенстиля, которых Рижская дума поддерживала в намерении обновить фасады, реконструировать и так далее, они очень оценили это, поддержали это решение и налоговые тоже были преференции даны домам, которые отремонтированы. Ну это со стороны самоуправления. Вот как государство может налоговым путем поддерживать эти инвестиции? Я думаю, что у государства и у Санкт-Петербурга есть инструменты и варианты как поддерживать. Я думаю, что очень важно упомянуть, что у нас кроме Риги, Рижского района и Юрмалы практически остальные все города и регионы, они еще пока не вернулись даже в ту ситуацию, на тот цивоценный уровень, который был до финансового кризиса 2008-2009 года. Есть регионы, особенно Лабральский регион, которые очень отстают в развитии рынка недвижимости, которые вообще фактически еще не вышли из того кризиса, который наступил. И тому ряд причин и фактически одна из таких интересных ситуаций в том, что с одной стороны банки и инвесторы не готовы или скажем на много меньших объемах готовы кредитовать строительство новых объектов и особенно жилых в регионах. С другой стороны таких объектов нет. И это один из документов, почему инвесторы и банки говорят, что они не инвестируют, потому что нет таких объектов. И скажем, это такой круговорот. Я думаю, что из этого круговорота один из вариантов выхода из этого круговорота это механизмы поддержки строительства новых жилых домов со стороны государства. Также возможно и необходимо намного увеличить объемы финансирования реконструкции жилых домов, потому что надо учесть то, что если мы смотрим на рынок латойской недвижимости, особенно на жилые дома, у нас очень большое устаревание жилого фонда и фактически с другой стороны у нас этот жилой фонд в очень большой части находится в частных руках, в частных собственниках. И я думаю, что нам надо быть реалистами, что собственники квартир они не смогут сами проактивно организовать реконструкции, организовать утепление и так далее, потому что нынешние темпы таких проектов показывают обратно это очень долгий и сложный процесс, но нужно не только проактивно действовать, но и вообще изменить мышление, потому что насколько я это вижу, большинство собственников считают, что в их собственности квартира, а все остальное это проблема самоуправления или дом управления, и если тетет крыша, тогда это проблема квартир верхнего этажа и так далее, и конечно проблема и очень скажем остро упирается в доступное финансирование, возможность взяться на обязательства, я думаю, что в этой сфере должны быть кардинальные шаги в ближайшие пять лет со стороны государства в формах разного вида программы поддержек, чтобы организовать возобновление жилого фонда. Да, совершенно верно. Спасибо. Артур Журомский сегодня был с нами в программе подоплека, мы обсуждали тему кадастровых цен, если резюмировать вкратце, то надо сказать, что в данный момент государственная земельная служба создала рабочую группу с участием профессионалов, в том числе ассоциации оценщиков, которую представляет Артур Журомский, активно обсуждаются новые подходы к оценке кадастровой стоимости, ассоциация оценщиков настаивает на том, чтобы объекты недвижимости оценивались в совокупности, а не так, как сейчас происходит, что земля в государственных регистрах и здания существуют как бы по отдельной цене и соответственно по-разному оцениваются и получается несправедливость в том случае, если на соседних участках исторические жители живут и многие годы находятся в своем имуществе, а вдруг из-за соседнего строительства они обнаруживают, что стоимость их жилья резко подросла и им придется теперь много платить. Этот вопрос оценщики считают необходимым решить. Кроме того, они считают необходимым создать инструменты поддержки инвестиций в недвижимость, возобновления жилого фонда и мы можем только поддержать такой подход, потому что конечно мы все понимаем, что дома построены уже 30, 40, 50, 60 лет назад нуждаются в обновлении и ресурсов для того, чтобы это сделать выделяется явно недостаточно, потому что при тех темпах, которые сейчас существуют, на возобновление всего этого жилого фонда потребуется 300 лет, я сама лично считала. В программе подоплека участвовал представитель ассоциации оценщиков Артур Журомский, спасибо Артур за ваши профессиональные комментарии, я думаю, что к концу года мы, может быть, или в ноябре где-нибудь вернемся к этой теме, вы расскажете, какие достижения уже можно зафиксировать, какие программы можем ждать и какие подходы к оценке недвижимости. Программу сегодня провела Людмила Прибыльская, звукорежиссер студии Евгений Копеин, всего доброго, до встречи через неделю.